Девушки отдыхают Круче ее никого нет Команда Иринской гимназии Но нашлись свои супер монстры И на этих замечательных эрудитов Команда Арины Вишневской Слева на красной половине студии Аплодисменты им Эти ребятки, с которыми в 51 гимназии работает Ирина Карпенко Ну а Арина у нас капитан вообще самородок из 71 гимназии Победили Ирининцев И мы выставили им супер противников На синей половине студии Команда Маши Черновой Центр Ювента Светлогорск Таких супер эрудитов Нашла Ирина Сафонова Которая очень-очень много лет Работает с нашими Светлогорскими интеллектуалами Итак, внимание Начинаем мы с блеф игры Маша Чернова Машенька Маша и четыре медведя Понимаю все хорошо, как положено Машенька, кто из ваших медведей пойдет на нашу Донетку? На Донетку пойдет Борис Арина, кого отправляете в бой вы? Против Бориса пойдет Вика Итак, Борис против Вики, вперед! Удачи! Начинаем нашу Донетку Чутненько Верите ли вы, что самый большой материк Это Америка? Прошу, Борис Да Ну что вы Нет, самый большой материк Это Евразия Ой Ой, ну что Великолепно Играем дальше Верите ли вы, что для укрепления зрения Необходим витамин А? Да? Нет Вика, ешьте морковку Там море витамина А И у вас будет великолепное зрение Играем дальше Верите ли вы, что самосвалы БелАЗ Самые большие в мире Выпускаются в Минске? Да В Жодино, а не Боря В Жодино БелАЗ это Жодино, а не Минск В Минске МАЗы Наши автобусы зелененькие Которые едут по городу Играем Верите ли вы, что самые быстрые кошки Это гепарды? Да Да, Борис До 100 километров в рывке Браво! Борис Приносит первые пять очков своей команде Вика Ответьте тем же Верите ли вы, что клюква Это луговое растение? Да Борис Никогда не ищите клюкву на лугу Она растет на болоте Теперь вы это знаете Следующий вы Вперед! 5-0 Какой-то странный счет после блеф игры Борис показал свой класс Ответил на целый один вопрос А у нас дуэль играет Тема боев Первый бой знают все Простые вопросы Второй бой Живой мир Все о живой природе Третий бой Дальние страны Четвертый бой В осаду или в огороде Растения И пятый бой Все профессии важны У вас 5 секунд, чтобы решить, кто к уйти Мы на себя готов Взять вперед Итак, 5 секунд истекли Маша разобралась со своими медведями Арина дала указания, ценные своим ариенцам Итак, внимание Знают все Маш, кто у вас знает все? Борис знает все Борис знает все Я верю в это Один правильный ответ из пяти Он знает все Я знаю Ариночка у вас? Злата, возможно, знает не все Но пойдет она Хорошо Итак, Борис, пойдем в Златый Вперед Борис, вы уже кумир нашей студии То есть можно правильно и отвечать Но покорять обаянием всех Начнем Знают все Это сестрица-братца Иванушки Героиня картины Воснецова Аленушка Аленушка, это правильный ответ Да Злат, вы сравняли счет Играем Под началом этого капитана Служили моряки Фукс и Лом Капитан Фукс и Лом На яхте ходили Втроем Как же капитана звали-то? Да, господи Как же его звали-то? Злата? Не знаете? Капитан Врунгель Почитайте, посмотрите Приключения Капитана Врунгеля Яхта-беда Потрясающая книжка Чудный мультик Теперь вы это знаете Продолжаем Скажите по-японски По-японски Гора Фудзи Фудзияма Фудзияма Прямо японка, Злата Играем Это растение К сожалению В 16 веке Принес в Европу из Америки Французский Дипломат Нико Ну так стали называть Никотин Что же за растение он привез? Фу, гадость какая Ну Табак Табак, конечно И с тех пор Вся Европа Весь мир дымит Не пытайтесь повторить Это на себе Это плохо Табак Убивает Играем Так называется Аппарат Для очистки И охлаждения воздуха В помещении Да Нет Не называется он никак Боря, может вы знаете Вот Очищает воздух Охлаждает Зашел А там хорошо Нет А все Поздно Поздно Зладочка Поздно Ну студия может знает Три-четыре Кондиционер Это кондиционер Конечно же Играем Следующий бой Вперед Итак Пришла пора Поговорить О живом О живом мире Грета Тунберг Отдыхает Мы говорим О экологии О животных О растениях О зверюшках И прочих Милых Мишках И няняняшках Итак Машенька Кто у вас Из ваших медведей Готов идти на живой мир Живой четвертый мишка Это Ян Ян Хорошо Арина у вас На эту тему пойду я Хорошо Ян против Арины Вперед Ян против Арины Живой мир Начнем Если верить мультику То удав в длину Равен 38 Кому? Попугая 38 попугая Браво Арина Практически непобедимый игрок У нас Арина Вышла Значит все будет хорошо Играем Ласточки Гуси Журавли И даже аисты В отличие от разных там галок и голубей Это такие птицы Какие? Перелетные Перелетные Отлично Есть животные Есть растения Ну например котики И валерьяночка А вот есть еще и третье царство Какое? Насекомые Фу Они животные То же самое Арина Может вы знаете? Нет Рыбы Рыбы Нет Они тоже животные На самом деле Есть животные Есть растения А есть третье царство Грибы Это отдельное царство В мире нашем живом Теперь вы это знаете Играем дальше Более 10 тысяч лет назад В Азии Одомашнили его Или ее Кошку Его Кошку Понятно Ариночка у вас есть варианты? Собаку Волк одомашнили И он стал собакой Великолепный ответ Да Ян Арина Ну знаете Есть такое замечательное животное Дельфин Так вот Каждые 10-15 минут Дельфин Зачем-то Всплывает Поверхности А зачем? Чтобы сделать вдох Да Чтобы подышать Сделать вдох Браво Ян Великолепно Равная игра Наконец-то нашлись Равные Сильные игроки Против команды Арины Вишневской 20-20 Следующий бой Вперед Машенька Какая самая дальняя страна В которой вы побывали? Египет Понятно А кого вы отправляете На дальние страны В нашем бою? На дальние страны Пойдет Ваня Арина Отправьте какую-нибудь Лягушку Путешественницу В нашу игру Путешествовать у нас Любит Влад Иван против Влада Дальние страны Поехали Столько стран Находится на континенте Австралии Одна Одна, конечно Ваня Вы совершили невозможное Вы вывели команду Вперед Играем Это самый населенный континент Из всех шести Да Азия Азия Это не континент Это субконтинент Может Влад знает? Евразия Евразия Это правильный ответ Отлично Сравняли счет Играем дальше На этом языке Говорит самое большое Количество землян Англинский Нет, ребятушки Вот тут неправильно Влад Это Китай Потому что там Самое большое население Хаонинь Хаонинь Вы правы, да Нинькао Отлично, Влад Играем Ее называют Страной Тысячи озер Это не Беларусь Хотя на самом деле Озер Более Шести Тысяч Страна Россия Нет, в России Там не так много озер Там Байкал большой Но он один Да Это Канада Да нет На самом деле Это Финляндия Страна Тысячи озер Там неимоверное количество Озер Там очень красиво Советую Играем Роберт Пири Как принято считать Первым достиг Этой Географической точки Да Индия Не Индия К сожалению Иван Географическая точка Бермудский треугольник Нет, не Бермудский треугольник Роберт Пири Как считается Первым достиг Северного полюса Теперь вы это знаете Итак 25-30 Равная игра Чуть-чуть впереди Команда Арины Вишневской Светлогорск Команда Маши Черновой Рядышком Шаговые достижимости Играем Следующий бой В осаду ли в огороде Девица гуляла Машенька Кто пойдет гулять В осаду у нас На эту прекрасную тему Пойду я Прекрасно Арина Против нее Пойдет Вика Итак Маша против Вики Вперед Практически непобедимая Вика Посмотрим Что ей сможет ответить Маша Итак начнем В осаду ли в огороде Своё название Это растение Получило Благодаря Горькому вкусу Это лук Нет Лук Он Разве он горький Горький Она Три Чеснок Горчица Горчица Теперь вы это знаете Играем дальше У японцев Любоваться Цветами Этого дерева Отдельный праздник Что же за дерево такое Цветами Которые они так любуются Сакура Сакура Вишня Великолепно Японская вишня Сакура Стоят японцы И получают удовольствие Играем На Востоке говорят Что вода Душа Этой Сельхозкультуры Кашу из неё варят у нас Что же за Водяная культура Ну рискните Кашка Беленькая Три Овсяная каша Нет, овсяная каша Не особо беленькая Да и растёт на ней в воде Маш, может вы знаете Три Тихо-тихо-тихо Рисовая каша Рисовая каша Да, конечно Название этой каши Намекает Что можно стать Таким же сильным Как греческий герой Геркулес Овсяная каша Овсяная каша Конечно же Играем Загадка Об этих ягодах Упоминает Четыре цвета Красный Черный Белый И зелёный Что же за куст Такой растёт Восаду Левогороди Тихо-тихо Не подсказываем Восаду Левогороди Загадка Совершенно Замечательная Это Красная Нет Это чёрная А почему белая Потому что зелёная Это загадка О смородине Красная Черная И так далее Счёт равный 35 35 Следующий мой Вперёд Ну вот Я простой Телевизионный Ведущий Ну По основе Профессии Я педагог Я думаю В зале Есть другие Профессии Вот наши Замечательные Операторы По ту сторону Экрана У нас режиссёр Звукорежиссёр Много хороших Людей Вы Мечтаете Стать там Врачами Космонавтами И так далее К чему это всё О том Что у нас Следующая тема Все профессии Важны Профессионал В команде Маши Профессионал В моей команде Это Третий медведь Тимофей Против Тимофея Пойдёт Артём И так Тимофей против Артёма Вперёд В школе Учителя А в детском садике Воспитатели Это правильный ответ Да Их вызывают По телефону Тули 101 Тули 112 Спасателей Они же спасатели Они пожарные Великолепно Эти врачи Лечат животных Ветеринары Великолепный ответ А этот профессионал Обычно ездит на автомобиле Жёлтого цвета С шашечками Таксист Таксист, конечно И заканчиваем Помните Три девицы под окном Пряли поздно Вечерком Так вот У двух Из трёх Сестриц Были совершенно Определённые профессии А именно Ну 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 Сказка О царе Салтане Кто у вас Такой универсал Универсал Нашей команде Это Ваня Арина Нужен универсал У нас это Артём Итак Иван против Артёма Вперёд Иван против Артёма Наше скоростное Централизованное Тестирование Внимание Нужно всего-навсего Сказать А Б Или С Сумеете На гербе Нашей любимой Белоруссии Нет А Клевера Б Васильков Ц Льна Фальстарт У вас за этим Очень строго Ванечка Ты наш электронный Судья Прошу вас Артём Ц Льна Есть льон На нашем гербе Как и клевер Вот Васильков Там нету Играем дальше Теперь вы это знаете Вертеться Как белка В колесе Означает А Развлекаться Ничего не делать Б Быть В беспрестанных Хлопотах И С Бежать Очень быстро Да А Ничего не делать Развлекаться Нет Это Ерундой Заниматься Это не Белка В колесе Прошу вас Санечка Б Б Быть В беспрестанных Хлопотах Ну вот Готовя нашу игру Наша вся телегруппа Вертится Как белка В колесе Браво Пять очков На подборе Иван Прекрасно Горячая собака Так дословно Переводится название А Булочки с сосиской Б Сэндвича с сыром И С Пиццы с колбасой Да А Булочка с сосиской Хок-дог Горячая собака Плюс 10 Артем Рука на кнопке Мозги Включились Играем Сын Рогнеда Ярослав Был прозван А Святым Б Мудрым И С Грозным Да А Святой Ярослав Не было такого князя у нас Прошу Артем С С Грозный Это Иван А вот Ярослав Сын Рогнеды Это Князь Ярослав Мудрый Желаем мудрости Вам Играем дальше Устройство Под названием Абак В древности Применяли А Для счета Б Для записи И С Для измерения Времени Да А Для счета Абак Это грубо говоря Счеты Калькулятор Древности Браво 10 очков Светлогорск Попер 75-40 Гемельчане Догоняйте Следующий бой Вперед Я еще раз напоминаю Что все профессии Абсолютно все профессии Важны и нужны Потому что у нас Слайд Игра Наша любимая игра Это Профессии Машенька Кто может опознать По изображению Профессионала Может опознать Профессии Ян Ян Прекрасно Арина Хорошо Узнает у нас Влад Итак Ян против Влада Вперед АПЛОДИСМЕНТЫ Сжать ничего Не нужно Руки Снопок Убираем Смотрим на экран Ян А кем вы будете Когда будете Большим И красивым Я даже не могу сказать Вообще никаких идей нет Понятно Влад Я хочу быть бизнесменом Хорошо Хорошо Лет через 15 Влад будет Генеральным спонсором Нашей Эрудит пятерки Влад Вас за язык Никто не тянул Итак Поехали Астронавт Прекрасно Это Бас Олдрин Второй человек Влад Ваша профессия Библиотекарь Это правильный ответ Великолепно По 15 очков Принесли своим командам Эти замечательные игроки Ян Профессия для вас Визажист Визажист Отлично Чудненько Влад Влад не только успевает Правильно отвечать Он еще успевает Аплодировать сопернику Это спортивно И красиво Влад Прошу вас Гончар Гончар Прекрасно Прошу вас Ян Дальнобойщик Дальнобойщик Да Воитель Большегрузного транспорта Влад Играем с вами Егерь Егерь Человек Который Следит За правильностью Посещения Заповедников Заказников И так далее И в общем Оберегает животных Великолепно Играем с вами Ян Журналист Журналист Да Здравствуйте Влад Звукорежиссер Да Звукорежиссер У нас тоже есть Этот профессионал Прошу вас Дальше Прошу Раз Два Три Влад Искусствовед Хорошо На самом деле Эта профессия Называется Иконописец Теперь вы это знаете Играем с вами Влад Последняя буква Буква К Космонавт Космонавт Вот отличие Нашего космонавта От их астронавта Понятно Те улыбаются А наши в космосе Как у себя дома Великолепно Влад Команда Сейчас должна Команда Арины Вам сейчас должна Аплодировать Вы сократили Разлив В счете до минимума 135 У Светлогорска 115 У вас Отлично Итак Риск Игра Риск Игра Я не устаю Напоминать Что Светлогорск Это родина Нашей суперзвезды Алины Трубчик Которая Выходила Просто к стойке И брала 100 очков На риск Игре А это опасно Потому что Каждое нажатие на кнопку Это либо плюс 20 Либо минус 20 Отвечаете правильно Плюс Отвечаете неправильно Минус Кто рискнет В команде Светлогорска Маша Мудрый Ярослав Это Тимофей 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 Да Тимофей Грозный у нас будет Хорошо Арина Кто у вас Заработать очки Для команды Пойду я Итак Тимофей против Арины Вперед Арина Я любуюсь Арины Человек Вышел Собрался Как вот Олимпиец Выходит в сектор Там для прыжков Для метания чего-то Или Как хоккеист Выходит на Булиты Или Футболист Выходит на штрафной Арина собралась Тимофей Супер игрок Ну что ж Равные люди Давайте им поаплодируем Знают все Знают все Отгадайте загадку Молчан собака Весь дом стережет Замок Браво Арина Вы сравняли счет 135-135 Играем дальше Живой мир По ним Можно точно Определить Возраст дерева Да По стволу А точнее Тишина Раз Два Три Как это правильно называется Извините Тимофей Я Все хорошо Спокойно называю это Тишина Соберись Соверите команду Три Две Одна Извините Минус 20 Арина По кольцам на дереве Или по насечкам Да конечно Годовые кольца Это называется Кольца Ключевое слово Браво Арина Тимофей Догоняйте Нужно 40 очков Набрать Дальние страны В 1492 году Он отплыв из Европы Открыл Америку Как же его звали Колумб Колумб Браво Арина В осадуле в огороде Вот древние римляне считали Что это растение Освежает не только дыхание Но еще и память Мята С ума сойти И заканчиваем Профессии важны Кто стучится в дверь ко мне С толстой сумкой на ремне Интересовался Маршак А что профессия Отвечать придется вам Кто стучится в дверь ко мне С толстой сумкой на ремне Это он Почтальон Это он Арина Я восхищаюсь вами С ума сойти Потрясающая игра Почтальон Я уверен Принесет вам Много Хороших Вестей Ну а у нас хорошая весть Команда Арины Вишневской Сумела Устоять В нашей цепочке Одержать Вторую подряд Победу Кто будет следующим Соперником В этой замечательной команды Мы узнаем Через некоторое время Сувениры и победителя Мы проигравшим От телерадиокомпании Гобель Ну а Кто будет соперником Этой замечательной команды Кто сумеет победить Наших чудных Пятиклассников А именно у нас Цепочка пятиклассников Идет сейчас Узнаем через некоторое время Может быть не только В Светлогорске Может быть в других городах Нашей необъятной Гобельской области Есть умные И сообразительные ребята Ну а пока аплодисменты Команде Арины Вишневской Я уверен что Команда Следует Нашему Правилу Смотрим пятерку Получаем десятки Играем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!